Всем привет, салют. Девочки встретили, да, в целом отлично. Мы с девочками были знакомы, потому что однажды ехала я на рекламную интеграцию к ним в дом, попала в аварию, кто помнит, это было именно там в посёлке. Но потом всё-таки я доехала до девочек, попила с ними чай, пообщалась. Поэтому в целом они меня уже знали и, естественно, приняли положительно. Вообще ни с кем не было никакого негатива, поэтому как-то так. Съёмки проходили в обычном режиме, практически нон-стопа. Нет, мы не были там неделю, потому что у девочек неделя это началось на порядок раньше. Мы подъехали там уже, мы были дня три-четыре, что-то около того, я честно не помню. Но битва была не всю неделю. Но те спартанские условия, которые вам показали, и еда, вот это вот, по консерву, блядь, в банках и так далее, это всё реально, правда, никакой постановы. Потому что многие думают, что мы эти баночки так в кадре показали, мол, ай, бать, мы такие голодные, а потом прошли, у нас там шведский стол был. Нет, как бы такого не было. Мы реально готовили плов, и в целом было прикольно, кстати. Мои поварские способности дали о себе знать. Я бы могла вам рассказать очень интересную историю, но я не могу этого сделать, потому что это связано с другим человеком, и вряд ли он будет этому рад. Было много прикольных там моментов вне кадра, но что-то за кого-то говорить, блин, если бы мне кто-то не нравился, возможно, я бы что-то за кого-то сказала. Ну, типа, слила бы по фактам, а так со всеми девочками всё супер. Могу рассказать вам интересный случай. Настя на той неделе мне пообещала, что она больше не будет думать о себе плохо, она будет поднимать свою самооценку, и кто бы что и не сказал, она будет говорить, что она охуенная и пиздатая. Посмотрим, сдержит ли она это обещание. Поэтому теперь за этим буду следить не только я, но и вы, соответственно. К сходству с Крис я отношусь вполне положительно, потому что вот это реальное сходство, нас сравнивают по внешним признакам, и да, есть схожести, я не буду это отрицать, и мне приятно, у меня никогда не было ни братьев, ни сестёр, у меня есть брат сводный, но мы никогда не жили с ним вместе. Поэтому такие моменты, они для меня радостные, ни в коем случае негативно к этому не отношусь. Одно дело, когда, знаете, тебя там сравнивают и пишут, что ты милос 2.0, хотя, блядь, ну, мы сейчас милос абсолютно разные люди, а другое дело, когда тебя сравнивают с человеком, с которым вы внешне немного схожи, там, не знаю, как правильно объяснить. Ну, короче, мне приятно, Крис, я думаю, тоже никак к этому негативно не относится, поэтому вас ждут коллабы, и не один. Я считала, считаю и буду считать, что Настя играет на камеру, то, что этого не показал детектор. Ну, кто-то видел вообще результаты детектора? Понимаете, если человека тянут, хотят как-то подальше закинуть ещё на неделю, на две, есть какие-то планы на него, какие-то рейтинги и так далее, то можно сказать всё, что угодно, знаете. Понимаете, если бы меня хотели слить в моём сезоне, не было бы такого ажиотажа вокруг вопроса, связанного с хайпом, в мой адрес. Вот, но я говорила честно, я пришла не за этим, но я так же, как и Вилка, всегда говорила о том, что, блядь, да все понимают, куда они идут, да, и все понимают, какой будет выхлоп, это одна из, один из пунктов, блядь, реабилитации после проекта, уход от прошлой жизни и вход в новую. Я понятия не имею, почему на битве сезонов не было Татьяны, но если бы была Таня, поверьте, дружелюбно бы это всё вот так вот не кончилось, хотя я с Таней не контактирую, все знают, что у нас был финал, я там прочитала где-то какой-то пост, какая-то девка написала, что Таня сказала на эфире, мол, я к ней подходила на финале и что-то там изображала на камеру, я не знаю, кто, блядь, что пил, курил, но когда я об этом сказала Оле, Оля такая, что? Я к Тане вообще ни разу не подходила абсолютно, мне не был интересен этот человек, ну и почему её не было на съёмках, мне тоже неинтересно, но я очень рада, что её там не было, не потому что я там была, а просто потому что это всё было очень на доброй ноте и так далее, если бы там была Таня, этого бы просто априори не произошло. Поэтому было так, как оно было, и я ни о чём не жилею.